Привет, друзья! Извините, брился к вам навстречу. Вот так вот, как говорится. Но не внешне обращайте внимание, а по смыслу. Как говорится, по одёжке встречают, по уму провожают. Поторопишься людей насмешиваешь, а с другой стороны говорят, куй железо, пока были ли чё. Вот так вот. Каждый выбирает в зависимости от того, на что настроен. Свет в глазах смотрящего. Смотрите на картину, потому что я поздравляю вас всех, друзья и коллеги, с Днём Медицинского Работника! Ура! Ура! Ну, хочу, чтобы вы были богатые некоторые не только душой, но и были финансово богатые. А почему так происходит? Это, что именно те почётнейшие люди, самые-самые востребованные для здоровья, счастья и процветания каждого человека и всей страны, нищие финансово. Почему так получается? Не потому ли, что в детстве нам сказки читали, где всегда финал хороший, не потому ли, что мы эти сказки и сегодня слушаем постоянно. Не забудьте всё о настоящем, подлинном образовании. Подлинное образование, его, к сожалению, нет. Нас никто никогда не учил, как быть финансово самостоятельным. Но нас всегда учат только тому, чтобы мы были под влиянием чьих-то команд, хорошо исполняли своё дело. А чтобы чувствовать, что тебе надо, и как добиться своих собственных целей, как достичь своей мечты, надо выходить на нулевое состояние, подобрав себе действие синхронное, то есть резонансное текущему индивидуальному состоянию в моменте, где снимается стресс выживания, где ты весь напряжён, мобилизован, у тебя скачет адреналин, и выходишь на эндорфинное состояние, чувство радости, счастья, удовольствия, наслаждения и здоровья. И, пользуясь этим состоянием, начинаешь понимать, о чём надо думать, чтобы быстрее достичь своих целей, быть свободным, в пространстве и во времени. И поймёшь тогда, почему знак бесконечности – это восьмёрка, петля времени, о чём я расскажу на вебинаре, который сейчас предстоит, и объявление будет буквально завтра. И там мы будем играть в детскую игру, которая не чужая для нас, а своя собственная. Я там подскажу критерии, как её подобрать быстро, чтобы научились снимать стресс, выходить на самое продуктивное состояние, когда у вас рождаются идеи. И у вас тогда есть выбор решений. Вот это свобода настоящая. До встречи, друзья. Ещё раз поздравляю вас, ваших родителей, ваших детей, ваших друзей, ваших противников, которые помогают вам развиваться и мыслить. И нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus. Считайте, что это глаз из будущего. Иногда сидите вот так и думаете, прошло тысячу лет, что бы я делал сейчас? И получаешь оттуда из своего подсознания советы. Это школа согласования сознания, подсознания и организма. Чтобы каждый из нас был целостный и открывал себе те способности, о которых пока сегодня даже не подозревает.